Трудные места писания с библейским порталом Экзегет. Книга Экклезиаста или проповедующего в собрании, 11 глава, и самый первый ее стих. Перевод синодальный – отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Перевод в российский библиоскоп, что пусти свой хлеб по воде, через много дней его найдешь. Ну, почти то же самое. Вообще, одна из самых странных идей – пускать хлеб по воде. Он намокнет и утонет, правда? Никакого смысла в этом нет. Значит, надо понимать как-то иносказательно. О, самый простой способ это понять. Очень выгодна торговля хлебом по морю. Египет – житница древнего Ближнего Востока, да и сейчас там много продовольствия. И поэтому Египет всегда экспортировал зерно. И очень хорошо его, конечно, перевозить по воде. И по прошествии многих дней опять получишь прибыль от этой торговой операции. Хм, слушайте, ну, может быть, это уж как-то слишком для, особенно, экклезиаста. Он все-таки у нас говорит, что нет удовольствия, радости, прибыли в каких-то повседневных занятиях. Они пустые, мы об этом отдельно говорили. Но уж точно он не дает коммерческие советы, как разбогатеть, какими видами торговли заниматься. А, ну, тогда прочитаем чуть дальше. Я перевод из РБО прочитаю. Раздавай, что имеешь семерым или восьмерым, не знаешь, какая беда на землю придет. О, пускай хлеб свой по водам, делись широко. Не то, что вот краюшку кинул нищему, да, а вот прямо взял, растворил все свои запасы в воде. Не в смысле вот взял, в реку выкинул. Конечно, это действительно глупо, все потонет. Но вот не знаешь, как вода течет, куда она потечет. И как здесь, пускают кораблики по ручейкам, весной особенно любят, когда ручейки текут. И никто не знает, можно фантазировать, этот кораблик там уплывет по морям и океанам. Вот делись так тем, что у тебя есть в изобилии, тем более экклезиаст. Он, не знаю, был ли на самом деле автор книги царем Соломоном. Но он говорит о себе, как о царе Соломоне, о очень богатом, успешном царе, который все испытал, что только может человек хорошего в этой жизни увидеть. А и вот в конце подводит итог, что не в этом дело. То есть будь щедрым к другим людям, и это не пустое. И он еще добавляет, не знаешь, какая беда на землю придет. Так, а если просто все раздать, то когда придет беда? Нет, ну, конечно, кто-то тебя отплатит добром. Но опыт что-то мне подсказывает, что далеко не все люди благодарны. Если ты не знаешь, какая придет беда, наоборот, запри все свое имущество, как у нас, не только у нас в стране, но в любой стране, наверное, в ожидании трудных каких-то событий. Люди копят там макароны, крупу, сахар, соль. Ну, есть-то что-то надо будет, консервы запасают, потом половину выкидывают. Помню, как это было в конце перестройки. Но, по крайней мере, знают, что завтра с голоду не помрут, а они и их дети. То есть, пускать хлеб по воде в ожидании беды, какой-то стихийного бедствия, войны, еще чего-то, ну, это немножко неразумно. А, может быть, все-таки имеется в виду, что ты должен как бы увеличивать в обществе уровень благосостояния, заниматься благотворительностью. Да? Потому что, когда придет беда, то ты переживешь, богатый, состоятельный человек, говорит Экклезиас, таким же, как он. А вот эти бедные люди, если у них совсем не будет никаких запасов, они просто умрут с голоду, поэтому делись с ними. Очень хорошая мысль, она мне очень нравится, она очень подходит к тому, что мы в Библии встречаем. На этом успокоимся. Давайте дальше почитаем. Если тучи полны дождем, они прольют его на землю, упадет к дереву к югу или к северу, куда упадет, там и лежит. Кто следит за ветром, не сеет. Кто смотрит на тучи, не жнет. Что значит не сеет и не жнет? А вот, вероятно, человек, который очень внимательно следит за прогнозом погоды, он никак не выберет подходящего дня. Вот, ой, сегодня что-то прохладно, а завтра дожди обещали, а послезавтра, наоборот, жарко, а потом ветер подует. Мне как-то не до работы. Прокрастинация назвали сегодня это хорошим умным словом. Ну, а при чем здесь это тогда, пускай хлеб свой по воде? А вот ты иди и сей, ты иди и действуй. Ну, понятно, что если ударят ранние заморозки, то сеяли-то, в общем, Палестине осенью, да, а зимами у нас бы это назвали, но там поняточниково снега нету, а если рана похолодает, то не взойдут посевы, если дожди задержатся, то тоже засохнут, если, наоборот, все зальет, то все сгниет. Ты не знаешь, какая беда придет на землю, ты не знаешь, какая будет погода, ты не знаешь, нападет ли там враг, не знаю, еще что-нибудь начнется, землетрясения, потопы, мятежи и все такое прочее. Если тучи полны, они прольются, если дерево упадет, оно лежит, а ты сей хлеб. Ну, в буквальном смысле земледелец сей хлеб, если у тебя есть чем поделиться, делись с людьми. Вот часто так бывает, что ты делишься и рассчитываешь, ну, хотя бы на спасибо. Не получаешь даже этого спасибо, а уж тем более, сколько мы знаем таких историй, когда человеку помог, а потом он в беде твоей на тебя вообще внимания не обратил, ты просил, он отвернулся. Ты не знаешь, как это будет, но ты найдешь его через много дней, а не обязательно от этого человека. Мне кажется, это такая апология щедрости как таковой. Если можешь, делись, и с тобой кто-то поделится, но не обязательно тот. Потому что ты не знаешь, что произойдет, ты не знаешь, взойдут ли твои посевы. Они взойдут, но ты можешь сделать что-то для того, чтобы они взошли. Просто делай, что должно, и будь, что будет. О, как я перефразировал экклезиаста. Не знаю, не знаю, может быть, я не совсем прав, но это ближе к концу книги. Смотрите, и в конце книги все больше говорится о старости, о конце земной жизни, об умирании. Под конец вообще почти ни о чем другом экклезиаст не говорит. И получается, что это самый главный вывод, который он делает к концу книги. До этого он много рассуждал о том, как он занимался делами, испытывал удовольствие. И вообще все, что только он... Надо попробовать в жизни все. Ну, он, может, не все, но многое попробовал. Обычно под этим выражением имеется в виду всякую гадость. Но он действительно очень многое перепробовал. И богатство, и удовольствие, и все прочее. И вот в конце жизни, через много дней, он находит хлеб, который он пускал по воде в юности. Какой хлеб, суета-суета, или пустота-пустот, считат-щет, хевель-хевалим, все, что он делал. А вот то, чем он поделился, оказалось не пустым. Может быть, единственное, что оказалось не пустым, это то, что он отдал. То, что он себе взял, как прибыль, как средство для наслаждения, оно оказалось пустым. Оно прошло. Съел пирожок, и все, и опять на завтра проголодался, да? А то, чем поделился, возвращается к тебе через много дней под старость жизни. Может быть, там, где ты совершенно этого не ждешь. Может быть, не от того, кому ты дал, но возвращается. Мне кажется, это скорее про это. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!